Я не знаю, существует ли еще этот дом. Я должен был провести его у госпожи Вейсвеллера неделю. А остался на 12 лет. Я расписал все стены. Возможно, этого дома уже нет. И даже средств передачи изображения уже не существует. И вы не можете получить мое изображение. Однако, я надеюсь оказаться перед вами, подобно призраку. Но я не верю в смерть. Я не верю в смерть, потому что смерть — это одна из форм жизни. Я считаю, что святой Августин не был глупцом, когда говорил, что только полные дураки верят в антиподы. Он был великим святым и, следовательно, не мог говорить абсурдные вещи. В общем-то, вполне очевидно, что мы живем по традиционным порядкам, например, по календарям и часам. Но, вероятно, и то, что мы ошибаемся, и вы, возможно, тоже ошибаетесь. Возможно, то, что мы называем прогрессом, на самом деле является эволюцией ошибки. Когда-то, во времена Первой мировой войны, я посетил заводы Габриэля Вуазана. Габриэль Вуазан был крупным производителем самолетов. Я посмотрел на его самолета и сказал, «Как так получается, Вуазан, что ваши самые новейшие самолеты кажутся мне вышедшими из моды?» И он мне ответил, «Все очень просто. Мы допустили ошибку, мы взяли за основу крыло. Мы не нашли идеи, подобной идее колеса. И как если бы первые машины делали с механическими ногами? Я сразу понял, что это был ложный путь. Так что вполне возможно, что в настоящее время вы с этого пути сошли. Или он разбит, а вовсе исчез. И вы открыли нечто совершенно иное, мне неведомое. Но то, что я предсказывал, а именно антигравитацию. Святой Августин не ошибался, ведь Токио для нас не обратная сторона, а мы не обратная сторона для Токио. Нет ни верха, ни низа. И когда Бурхардхайм полагал, что мы должны не взлетать, а падать, он был прав. Поскольку вы, возможно, уже открыли, как некогда древние инки, золото или неизвестный металл, который кажется легким, но одновременно является очень тяжелым. И на который не действует гравитация. И вместо того, чтобы взлетать, вы, молодые люди, на которых я сейчас смотрю, вместо того, чтобы взлетать, падаете. То есть антигравитация подразумевает падение вместо взлета. И это приводит нас к проблеме. В настоящее время мы отрываем себя от земли с помощью очень сложных механизмов. Это очень дорого стоит. Меня сейчас снимают с помощью аппарата, который часто подвержен техническим инцидентам. И не знаю, что происходит у вас сейчас, но у меня ощущение, что ваша молодежь не сидит, как наша, между двух стульев. Наша молодежь сидит между двух стульев, ибо она не знала великой эпохи, называемой героической эпохой Монпарнаса, не знала моей цивилизации, цивилизации, которую знал я. Мы пока учимся быть роботами. Я очень надеюсь, что вы не стали роботами, а наоборот, вы стали очень человечными. На это моя надежда. Но я понятия не имею, кто вы, о чем вы думаете и чем занимаетесь. Я не знаю, какие танцы вы танцуете. В настоящее время мы танцуем танец под названием «Твист». Вы, возможно, никогда о таком не слышали. И у вас наверняка есть свой новый танец. Но это сфера легкомыслия. Здесь, на побережье, на нашем Лазурном берегу, есть, собственно, побережье и внутренние районы. То есть все говорят, журналисты говорят о Ницце, Каннах, Сент-Тропе, Жуан-Лепане. Но если направиться вглубь от побережья, там великолепно. И там еще нет пока этого архитектурного эсперанто. Еще одной ошибки нашего времени. Может быть, вы не совершите подобные ошибки. Это когда повсюду строятся одинаковые дома. И совершенно не принимается во внимание климат, атмосферные условия и ландшафт. Что ж, если вы у себя покончили с этим архитектурным эсперанто, я надеюсь, что у вас такие дома, которые могут вызвать эмоции. А не просто быть тюрьмами, куда вас помещают. Или казармами, куда вас загоняют. Я уже говорил, что у нас сейчас молодежь находится между двух стульев. Она отрицает. Она утратила ту человечность, что была у нас. Но еще не совсем превратилась в роботов. Вот почему молодежь всегда упрекают. В излишних печали и беспокойстве. Все это нормально. Вам наверняка известен великий художник Пикассо. Пикассо говорил мне, требуется много времени, чтобы стать молодым. И он был прав. В том смысле, что молодой человек еще не знает свой путь. Он выбирает, куда пойти, направо или налево. Он беспокоится, а значит, он стар. Но потом, мало-помалу, он выходит на свой путь. Он больше не путешествует автостопом. Не знаю, знакомо ли вам это выражение. У нас это означает вот что. Встаешь на обочине, делаешь знак рукой и садишься в свою машину. И едешь не со своей скоростью. Молодые думают, что они едут быстро. Но это не так, ибо они едут не на своей машине. Возможно, что ничего этого уже не существует. Возможно, что и машин больше нет. Что теперь вы скользите над дорогами. Возможно, машин больше нет, а может есть. Этого я не знаю. Но у меня все-таки остаются большие надежды. На идею антигравитации. Не так давно у инков была обнаружена арка, называемая врата Солнца. На этих вратах можно прочитать, что это дар жителям Венеры, которые принесли нам секрет антигравитации. Этот секрет был утерян, и мы сейчас мучительно отрываем себя от Земли. Ныне мы совершали путешествия вокруг Земли на высоких скоростях. Но это похоже на то, как муха ползает по апельсину, но не может оторваться от корки, от кожуры. Все это должно казаться вам очень странным. Повторяю, мы живем в эпоху поисков и действий наугад. Мы на совершенно неведомом нам пути. Возможно, вы сейчас, я не стану говорить, сидите, ибо молодежь никогда не должна сидеть. Но, возможно, вы уверенно стоите на ногах. Мы же сейчас не можем упрекать нашу молодежь в праздности, потому что она точно не знает, что происходило прежде, и не знает, куда и к чему она стремится. Я всегда предпочитал истории мифологию, потому что история состоит из истин, которые со временем превращаются в ложь. А мифология состоит из лжи, которая со временем становится истиной. Если у меня есть шанс продолжить жить в ваших умах, то это будет в мифологической форме. Сейчас объясню, почему. Кто такой поэт? А под поэтом я также подразумеваю художника-музыканта. И главное, или скульптора, или архитектора, или кого угодно. Но никогда нельзя путать поэтику и поэзию. Поэзия — это что-то вроде высшей математики. А также не стоит забывать, что она почти всегда пророческая. В каждом поэте есть пророк. И мы, я еще скромен, говоря это, поэт — это человек, который похож на тех особ, которым в больнице Сальпетриер задают вопросы. И на довольно заурядные темы. И которые во время гипнотического транса произносят крайне удивительные вещи. Извините, что я говорю с вами, подбирая слова, поскольку рискую оказаться похожим на этих самых особ, которые, приходя в себя, хотели бы проявить ум. Но проявляет лишь глупость. Возможно, вы находите меня глупым. Но я хочу быть абсолютно искренним. Итак, поэт — это в некотором роде рабочие руки его глубинного «я», который он плохо знает. Рабочие руки таинственных сил, которые в нем живут, и которые он плохо знает. Осмелюсь даже сказать, рабочие руки шизофреника, который живет в каждом из нас, которого взрослые стыдятся почти всегда, которого стыдятся почти все люди. Но не стыдятся герои, дети и поэты. Они — посредники между этими шизофрениками и внешним миром. И они пытаются сделать их жизнеспособными. Вот что такое поэт. Из меня создали персонаж, которым я не являюсь. Персонаж из легенды, который на меня совсем не похож. Но который меня защищает в каком-то смысле. Я не подал бы руки этому персонажу. Но он защищает меня подобно тому, как Дон Жуан переодевал своего слугу, чтобы тот сносил побои вместо него. Так что, когда меня побивают и сжигают на площадях, это не меня бьют и сжигают на площадях. Это внутренний персонаж, что живет во мне. Это персонаж абсолютно вне времени. И его я знаю, повторюсь, исключительно плохо. Так что я не в ответе за то, что сейчас вам говорю. Я не в ответе за свои стихи. Я всего лишь посредник. Медиум, рабочие руки. Все поэты — это медиумы и рабочие руки. Тех таинственных сил, что живут внутри них. Поэтому мне сложно рассказывать вам об этом. Но я не хвалюсь. Я не говорю о вдохновении. Это вдохновение не приходит к нам с небес. Вдохновение следовало бы назвать «выдохновение». Это нечто такое, что поднимается из наших глубин, из нашего мрака. А поэт пытается выложить этот свой мрак на стол. И помогает, иногда довольно неловко, этому своему глубинному «я», находящемуся в плохом настроении, от того, что с ним плохо обращаются. Именно это «я» и пытается говорить сейчас с вами моими устами. Но говорит неумело, поскольку, повторюсь, «я» — это не я. Я его помощник. То есть от нашего рождения до нашей смерти мы являемся вереницей других. Мы всегда являемся кем-то другим. Я построил здесь, на побережье, часовню в Вильфранш-Сюльмер. Возможно, она все еще стоит. Возможно, вы ее знаете. Возможно, ее больше нет. Но эта часовня в Вильфранше была плодом работы посредника. Повторяю. В этой часовне в Вильфранше я заперся на два года. Я расписывал эту часовню так же, как фараон расписывал бы свой саркофаг. И я был, потому и могу говорить без стыда, уже мертв, когда расписывал эту часовню. Поскольку, скажем так, меня там не было. Я был простым рабочим, карабкающимся по лестницам, по подмосткам, по строительным лесам. Роспись потолка, как вы понимаете, представляет особую сложность. Мне удивительно, как Микеланджело справлялся с росписью сикстинской капеллы. У него к колбу проволокой была привязана свеча. Воск должно быть стекал ему на лицо. Он не только рисовал. Это была нетемперная живопись. Он делал фрески. Другими словами, это было ремесло рабочего. Черная работа. Так вот, в этот самый момент с вами говорит чернорабочий. Естественно, когда я пишу, бывает, что я не просто чернорабочий, поскольку моя голова должна работать одновременно с рукой. А рука служит тому таинственному персонажу, живущему во мне, которого я не знаю. Но я часто отдыхаю, занимаясь пластическим творчеством, то есть, расписывая стены. Меня часто спрашивают, почему я расписываю часовни. Потому что мне нужны стены, а больше их нигде не найти. Разве что в здании, которое теперь, возможно, уже не существует. А в настоящее время это зал бракосочетаний в Ментоне. И это не часовня. Но, как правило, мне нужны стены, чтобы отдохнуть. Людям кажется, что я себя утомляю. Нет, это не так. Работают мои руки. Руки становятся разумными. Или, если хотите, гениальными. Ибо все ошибаются по поводу слова «гений». Считается, что слово «гений» не следует употреблять. Что гением может быть только Гёте, Виктор Гюго, Шекспир — нет. Гениальным может быть то, как женщина выходит из машины. Стендаль, который вам, конечно, все же известен, говорил, то, как она сошла с экипажа, было гениально. Гений — это что-то вроде высшей степени самовыражения, личности. А возвращаясь к поэзии, это, возможно, самая высокая степень самовыражения личности. Следовательно, вполне вероятно, если вы все еще читаете мои книги, мои стихи, что эти стихи, которые сегодня кажутся мрачными и непонятными, моим современникам и моим соотечественникам, со временем станут для вас более ясными, более открытыми. И что вы читаете меня, если вы все еще читаете меня, с большой легкостью. Тогда, как сегодня, я словно говорю на незнакомом языке. Это действительно незнакомый язык, поскольку его надо учить. Я не говорю по-китайски, но если бы я хотел, я бы его выучил. Многие воображают, что если ты открыл книгу и посмотрел на нее, то ты ее прочитал. Нет, не прочитал. Сначала нужно выучить этот таинственный язык поэзии. Мне кажется, есть надежда, что этот язык откроется вам, в отличие от других вещей, кажущихся сейчас более важными. Мы живем во времена актуальности. Людям нравится безотлагательность, сиюминутность, конкретика. А поэзия, повторяю, вне времени. Это значит, что она не соотносится с тем, что происходит только сейчас. Она не актуальна. Поэты владеют великими приемами. Я уже говорю вам, что поэзия — что-то вроде высшей математики, высшего языка. Но сейчас мы сталкиваемся с чем-то крайне опасным, с коллективным гением. Наука создана коллективным гением. Множество людей делают невероятные вещи. В то время, как настоящий гений, поэт, поэт во всех своих проявлениях, всегда одинок. Я всем сердцем надеюсь, что к нынешнему моменту, в этом зале, где я сейчас держу свою речь, гений не стал для вас чем-то вроде болезни, постыдной и заразной, которую надо лечить. Индивидум и индивидуальная гениальность больше не принимаются в расчет. Они заменены коллективным и научным гением. Но надо вам также сказать, что в науке, даже если она создается большим числом людей, объединившихся, чтобы творить чудеса, вроде электронного мозга, например, в самом начале всегда стоит один единственный человек, который что-то открывает, изобретает и про которого, к слову сказать, забывают. Вчера я прочитал в журнале, что два столетия назад были сделаны первые наброски на бумаге основных принципов электронного мозга. Было начато его создание. Тут мы снова сталкиваемся с чем-то серьезным, чтобы было неправильно понято религией. Многие потрясающие изобретения были остановлены религией. Например, в Португалии, где первый самолет, самолет в нашем современном понимании, когда крылья делаются все меньше, меньше и меньше, хотя мы все еще на ложном пути. Так вот, этот первый самолет летал в присутствии короля и королевы. Но поскольку нельзя было взлететь в небо и не встретить там Бога и ангелов, религия запретила это открытие. Кардинал Тессон сказал мне, что его схемы еще существуют. Эти схемы в Риме, в Ватикане, они все еще существуют. Многие удивительные вещи были сделаны столетия и столетия назад. Но их секреты нами утеряны. Например, считается, что если построить Ковчег Завета, таким, как он описан в Библии, из древесины, акации и отрицательно заряженного золота с серафимами слева и справа из отрицательно заряженного золота, то получился бы необыкновенный электрический аккумулятор. Вот почему, когда Ковчег везли до дома Аминадава, погонщик, который прикоснулся к нему, был убит молнией. Это был аккумулятор. Это было забыто, утеряно и затем найдено вновь. Далее я говорил вам о молодежи, которая сидит между двух стульев. Но ведь и все мы между двух стульев. Например, в наши дни открываются замечательные лекарства. Но это приводит к необходимости поиска новых лекарств, излечивающих от предыдущих. Ибо они опасны. У нас есть пенициллин, у нас есть антибиотики. И иногда антибиотики и пенициллин спасают жизни людей, которых не могли спасти в прошлом, например, тореадоров. Но затем приходится искать средства, которые лечат от этих средств. Поскольку они в какой-то степени являются ядом. Видите, в каком и положении. Война в том виде, как ее до сих пор понимают. И я использую это слово в его самом старомодном смысле. Как его понимают в армии. Уже не знаю, как дела обстоят теперь. Но очевидно, что ученых забирают, крадут, похищают. Что существует тайная дипломатия, секретная война, где воюют тайные агенты, а вовсе не выпускники военного училища Сенсир или фронтовики, идущие в атаку. Возможно, я всем сердцем надеюсь, что войн больше нет. И что больше нет этих тайных войн, которые мы называем «холодная война». И которые, возможно, даже более ужасны и опасны, хоть они и секретны. Многие воображают, что могут цепляться за политику старого типа. Другие глядят слишком далеко вперед и теряют связь с реальностью. Во главе Франции у нас сейчас человек, который смотрит очень далеко. Но вокруг него должно быть есть люди, которые следят за текущими вопросами. Эти две цели примирить очень сложно. Вполне вероятно, что наша сегодняшняя политика кажется вам совершенно непостижимой. тем более она кажется такой и нам самим. Академия — это еще одна иллюзия. Не так ли? Надо сказать вам еще об одном крайне щекотливом моменте. И я не стану стесняться, ибо меня уже нет, и избучки я не получу. Очевидно, что почет, то, что называется почетом, все эти награды и вручения премий, так вот, все это, я бы назвал это наказаниями. Наказания. Не знаю, какой употребить термин. Скажем, трансцендентные. Трансцендентные наказания. Браммел, возможно, вам еще известно имя Браммела, это был знаменитый английский Денди. Однажды молодой человек сделал комплимент его элегантности на скачках в Эпсоне. Он сказал, он ответил этому молодому человеку, какой же я элегантный, если вы это заметили. Вот слова, которые, если оставлять сферу легкомыслия, могли бы быть ответом молодому человеку, задающему вопрос поэту или ученому. По-настоящему выдающемуся человеку следует быть незаметным. А если ему вручают премию, награждают почетным легионом, избирают членом академии, я член французской академии, бельгийской академии, американской академии, германской академии, уругвайской академии. Я также почетный доктор Оксфорда, хотя я еле говорю по-английски. Все это награды, которые следует принимать со смирением, поскольку они являются примером трансцендентных наказаний, потому что мы делаем себя заметными, хоть бы и на самый край уха, а этого делать не стоит. Я приведу слова известного музыканта, не знаю, знаком ли он вам еще. Он был великим музыкантом, его считали эксцентриком, но он им вовсе не был. Чтобы бороться с возвышенностью, он давал своим композициям комичные названия. Я говорю об Эрике Сати, о Мурисе Равеле, который оказался от почетного легиона. Он говорил, важно не просто отказаться от почетного легиона, важнее постараться его не заслужить, про другого человека он говорил, он отказался от почетного легиона, но все его труды заслуживают его. Я надеюсь, что вся эта чепуха, эти глупые побрякушки, которые люди носят на вечерних нарядах, и все эти, как бы выразиться, вычурные кружева, исчезли из искусства. И что вы сейчас серьезное и внимательное молодое поколение. Конечно, мне хотелось бы, чтобы люди помнили меня в образе другого «я», тех многочисленных других, которыми я был, тех таинственных других, которые во мне живут. Я не хотел бы запомниться вам тем «я», которое сейчас с вами говорит, не тем самым «я» из моего мрака, которое выражало себя практически бесконтрольно. Ибо, повторюсь, контроль – это очень опасно, а ошибки, именно ошибки, являются истинным самовыражением личности. Поскольку, если Пикассо сует свой глаз куда не надо, мы видим больше, чем в случае, когда глаз там, где ему и следует быть. Если кресло в гостиной незаметно, потому что оно в привычном месте, то поставленное на улице оно снова становится креслом. То есть, в искусстве присутствует элемент неожиданности. Поэтому я говорю об искусстве, а не о науке. Ибо наука – это в некотором роде последовательность противоречащих друг другу ошибок. А великие философы остались в истории благодаря своему писательскому гению. Понятно, что все, что говорил Декарт, это полная ерунда. Но Декарт остается Декартом, потому что он великий писатель. На самом деле, мои труды похожи на меня больше, чем образ, который вы видите в данный момент перед собой. И если мои труды не напрасны, я хотел бы, чтобы на моей могиле было написано. Я начинаю. Субтитры сделал DimaTorzok